Добрый день, дорогие друзья! На канале Главтема Народ, народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Никита Борисович Жигурда. Добрый день, Никита Борисович! Добрый день всем! Никита Борисович, сразу если позволите вопрос, почему до настоящего времени богема или так называемая тусовка не осмеливается высказывать свою точку зрения о происходящих событиях в стране? Все очень просто. Ребята народные артисты моего поколения и младше, заложники своих должностей, худруки театров, руководители музеев, рекламы, которые им город дает в лице Собянина СС. Они куплены, увы, они продали свою совесть и не понимают, по большому счету, я убежден, не ведают, что творят, потому что останутся они в народной памяти как раз как антинародные артисты. Вы наверняка знаете этих людей, Дмитрия Певцова, Владимира Машкова, Викторию Дайнека, Татьяну Буланову. Они баллотируются как кандидаты в депутаты Государственной Думы. Это по собственной инициативе, либо это компромат какой-то, как вы сказали? Это не принуждение, это, можно сказать, синтез в том смысле, что они в своей профессии дошли, взяли определенную планку, и они хотят роста. Им предлагают, как мне еще полтора года назад предлагали от справедливой России быть кандидатом в депутаты. Я в эти игры не играю и считаю, что ребята, все вышеперечисленные, другие делают большую ошибку. Особенно Дима Певцов, идя от Единой России до Нюша, да, хоть от Родины шла. И Таня Буланова, и сама партия Родина сняты с выборов, да. То есть я отдаю отчет, что их никто, я в этом убежден, заставить пойти в депутаты невозможно. Просто нужны медийные лица для рекламы партии. То, что им выделяются под это деньги, это безусловно. Но это иллюзия, потому что я знаю, что будут нарисованы цифры. Хотелось бы, чтобы не так, как в Белой Руси, чтобы все-таки не было массовых волнений и репрессий, таких, как в Белой Руси, вынужденных репрессий. И нарисуют просто больше 50%. Но Таня Буланова, напоминаю, вот партия Родина, которая снята с выборов. А вот то, что уважаемый мной когда-то и любимый, вообще-то я всех люблю, но не всех уважаю. Так вот, то, что Дима Певцов пошел от единой России, как народ называет, едим тебя Россия. Ну да, он как самовыдвиженец, но при поддержке, очевидно, да, партии власти. Да, да, вот это, мне грустно от этого, потому что мы снимались вместе когда-то с Димой, и он мне нравится. И как артист, и он настоящий мужик, что называется. Деньги. Деньги и желание что-то изменить. То есть я думаю, что он для себя оправдывает это тем, что типа вот я приду и что-то сделаю. Это иллюзия. Даже если бы и партия Родина там прошла и так далее, все равно большинство на стороне Единой России или ЛДПР и Зюганова дедушки. Поэтому, когда еще сняли Пашу Грудинина и Николая Бондаренко, мной любимые и уважаемые, я понял, что реально будет нарисовано все, снимают истинных соперников, тех ребят, ну и девчонок, которые даже будучи в меньшинстве, в Думе озвучили бы острые очень вопросы и проблемы. Видите то, что сегодня творится на выборах, когда всех явных конкурентов убирают из игры, поскольку ребята без совести и с проданной душой, они прекрасно понимают, что если бы остался Паша Грудинин, с которым я знаком и уважаю его, Николай Бондаренко, партия Родина, то есть те люди, которые реально болеют и за страну, и за людей, их просто в наглую вычеркивают из списков и обвиняют в разных преступлениях или в неправильном оформлении. После выборов, как бы скажут, извините, мы ошиблись, но я убежден, и я это знаю, увы, и будут нарисованы большинство голосов за Единую Россию, не просто так. Элла Панфилова сказала, что не будет тотального видеонаблюдения, это слишком дорого стоит, хотя ее заявление противоречит до десятилетней давности интервью с президентом России Путиным, который как раз давал поручения камерами оснастить, чтобы не было подвохов. Три дня голосований без европейских наблюдателей, естественно, по ночам вбросят столько голосов, сколько им нужно. И при всем при этом я убежден, что выходить на площади протестовать, как некоторые лихие головы призывают к бунту, к революции, бесполезно. Революция, любой бунт в России будет подавлен жестче, чем это сделал батька Лукашенко. И тому есть объяснение, я всегда говорю, что во время революции вместо сытых подлецов и бандитов приходят голодные. И начинается гражданская война, и все популистские обещания революционеров заканчиваются массовым террором. Я это знаю, я знаю, о чем говорю, я так выстоял 6-5 лет назад, когда меня мочили безбожно, после того, как я отказался сотрудничать с Единой Россией, с Кремлем и так далее. Мочили обвиняю во всех грехах, несмотря на внешние свои проявления, многим кажущиеся сумасшествием. Я в это играю, многие мои безумства в кавычках в интернете были хорошо оплачиваемы, но я никогда не шел на компромисс со своей совестью и душой, в том смысле, чтобы продать совесть, хотя такие предложения неоднократно мне поступали. Все правители или подкуплены, или на крючке компроматов, шоу-бизнес большинства стран так же на компроматов, и они не рыпнутся, и они очень удобны, поскольку они выполняют приказ преступников. Насколько долго продержится существующий режим в России, на ваш взгляд? Дело в том, что мы прекрасны, и вы все понимаете, что как только клан сегодняшний уйдет с престола, тут же они будут подвергнуты суду. Поэтому насильно их никто не сдвинет. Будут колоссальные репрессии, поэтому я против революций, бунтов, и то, что до 24-го года точно, это точно. Вот выборы в 24-м году и вообще 25-й год будет решающий. Это уже мистические оккультные дела, о которых, может, в другой раз поговорим, но до 25-го года, ну вот, 24-й, 25-й. Это... Раньше никак, да, Никита Борисович? Нет, нет. Если раньше, если мы раньше не объединимся и не перепрограммируем матрицу, а иначе, они хоть и башни влияния разные, да, но они понимают же внутри себя, что они преступники. Никита Борисович. Они оправдывают, оправдывают они себя, и я могу согласиться с этим, что они подневольные, да. Вся эта игра в войну с Америкой, это все игра, потому что мы знаем, что дети правящей элиты учатся в Америке, в Европе, что они своих детей будут мочить. Это все для массового сознания. Никита Борисович, на ваш взгляд, является ли формой объединения, о чем вы говорили, участие в выборах? И второй вопрос. Ждать ли вас на избирательном участке? Нет, я не буду на избирательном участке, и ждать меня кандидатом, мне там говорят, мы за вас. Нет, я знаю, что это иллюзия, еще раз говорю, что будут нарисованы те цифры, которые будут нарисованы для Единой России, и мое участие как раз и заключается в том, что я говорю то, что я знаю, не думая о том, что обо мне подумают, что напишут. Ну, сумасшедшие и сумасшедшие, ну да и ладно. Нужно ли участвовать людям выборов на ваш взгляд? Нужно, нужно, нужно. Потому что они сняли Пашу Грудина на Бондаренко, Танюшу Булан там других, именно для того, чтобы вызвать апатию в людях, чтобы пришло как минимальное там 25-30 процентов, а все остальное по закону, да, будет распределено. Поэтому, если бы на выборы пришли люди сейчас, да, больше 50 процентов, и реально хрен с ним проголосовали бы там за КПСС, за Яблоко, только не за Единую Россию, уже сдвинутся башни влияния, и уже можно будет реально от дедушки Зю, или его последователей, и от Явлинского требовать, да, то есть мы за вас проголосовали. Поэтому я за то, чтобы как можно больше людей пришли и запомнили одно, бунтом революции ничего не исправить. Вы вступили за Лию Меджитовну Ахиджакову, сказав Соловью, что он трус и подлец, это было в сетях, не ответил вам Владимир Соловьев? Он ссыкун, я его неоднократно вызывал на ринг, и, кстати, сейчас мне позвонили из промоутерской компании, зовут меня на ринг, что вы, с кем вы хотите биться, я говорю, первый Соловьев, второй Жорин, Жопин, как я его называю, лжеадвокат, но Соловьев ссыкун, я могу в чем-то не соглашаться, да, с позицией гениальной актрисы Лии Ахиджаковой, но уважение проявлять к этой актрисе великой необходимо, то, что Соловьев оскорбляет, обижает слабых, зная, что ему за это ничего не будет, в моем лице, я повторяюсь, он получит кармический бумеранг, я это обещаю, если не на ринге, то через суд, после того, как он официально откажется от поединка со мной, я подам на него в суд за оскорбление в свой адрес и устрою из этого хорошее шоу по вертикали, по вертикали, чтобы порадовать тех, кто не может начистить ему физиономию или потягаться с ним в суде, я должен бежать сейчас. Спасибо огромное, Никита Борисович. Удачи, помните, вы боги, мы дети божьи, значит, мы боги на планете Земля, и мы сможем, независимо от профессии, от статуса, объединившись, перепрограммировать матрицу и убрать подлецов из тотальной власти. Есть!